Цивилизация без лошадей. Эпизодия 1872 года. Из цикла невероятно, но факт. К сожалению, практически все люди сейчас очень хорошо знакомы со словами «пандемия» и «эпидемия», но как насчет понятия «эпизодия», в конце 1872 года Северная Америка к западу от Миссисипи неожиданно лишилась лошадей. В буквальном смысле, лошади, которые таскали трамваи, пожарные машины и все местные грузы, заболели гриппом. Да, это был век пара, но до железных дорог и кораблей и обратно товары и пассажиры доставлялись с помощью лошадей, процесс, который можно назвать «последний километр доставки». В результате этого лошадиного гриппа жизнь города замедлила свой ход, а перемещения, осуществляющиеся благодаря лошадям, легли на человеческие плечи в прямом смысле этого слова. Как объясняет Джеймс П. Макклюр в своей статье 1998 года, эпизодия 1872 года, «Лошади и болезни развивающейся нации», большинство лошадей не умерло во время лошадиного гриппа, но они были выведены из строя, и города стали в спешном порядке доставлять людей, еду, топливо, все, что нужно, без участия лошадей. Эпизодия – это широкое распространение заразной болезни животных среди одного или многих видов животных на значительной территории, значительно превышающий уровень заболеваемости, которая обычно регистрируется на определенной территории. У нее были и другие названия, потому что все говорили о ней «грипп», «катаральная лихорадка», или просто «лошадиная болезнь», «мор». Инфекционные заболевания, распространяющиеся в конюшнях, не были редкостью, Макклюр перечисляет и другие, спинальный менингит, конъюнктивит и возвратный тиф, но это была крупная вспышка. Она началась в Канаде в октябре и распространилась на юг до Бастона и Нью-Йорка, к концу месяца докатилась до Чикаго, а в начале ноября, до Цинценати, Норфолка и Чарльстона. Она была похожа на человеческий грипп, вызывая насморк, кашель, боль в горле, озноб, лихорадку, слабость. Смертность составляла от 1 до 10% в зависимости от местности. Но большинство животных умирало от оппортунистических инфекций, которые следовали за гриппом, и от переутомления во время болезни. Вторая волна болезней прокатилась по городам как раз тогда, когда грипп, казалось, пошел на убыль, пишет Макклю. И это были не только лошади рабочего класса, конь, маунтин бой, Корнелиуса Вандербильта стоимостью 20 тысяч долларов, эквивалентно полумиллиону долларов сегодня, умер от пневмонии после того, как переболел гриппом. Чтобы дать представление о масштабах зависимости от лошадей, в Нью-Йорке, население которого в 1870 году приближалось к миллиону человек. Только в трамвайных компаниях для перевозки пассажиров работало до 14 тысяч лошадей. Экспериментировали и с оленями, но они оказались не способны работать на городских улицах. Как правило, люди тянули за собой трамваи, повозки, пожарные машины и телеги некоторые приписывали болезнь, атмосферным условиям, что-то связанное с озоном, или температурой, или электрической энергией, возможно, или с ядовитыми газами, или микроскопической мертвой материей в воздухе. Макклюр отмечает, что ветеринары даже не могли согласиться с тем, что это заразно. Были испробованы всевозможные способы лечения, включая кровопускание и сильнодействующие, чтобы не сказать токсичные, вещества, такие как Беладонна и Мышьяк. Лучшее лекарство. Покой и хороший уход. Однако, как и положено, двигателям капитализма, многие лошади этого не получили. С ними плохо обращались, и в результате они страдали, а грипп усугублял ситуацию. Туши на улицах больших городов свидетельствовали о том, что многие владельцы сильно загоняли своих лошадей после начала болезни, пишет Макклюр. Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными имело в Нью-Йорке юридические возможности для вмешательства в ситуацию с рабочими лошадьми, и они использовали их под неудержимым руководством Генри Берга. Владельцы общественного транспорта пытались запретить ему заниматься реформаторской деятельностью, но потерпели неудачу. Как отмечает Макклюр, на заре эпохи баронов-разбойников доброта к животным была в порядке вещей, но вмешательство в деловые операции – совсем другое дело. Владельцы обращались с лошадьми как с «неодушевленной собственностью», – говорил Берг, «и когда животные действительно становились неодушевленными, мертвыми, не было смысла пороть их больше». Наибольшую тревогу у горожан вызывал почти полный крах мобильности пожарных служб. Например, только 2 из 144 лошадей в пожарной службе Нью-Йорка избежали эпизаотии. В Бастоне только 3 из 80 лошадей пожарных не подхватили гриб. Пожарные службы хорошо заботились о своих лошадях, но животным требовались недели для полного выздоровления. Когда 9 ноября в Бастоне начался пожар, потребовалось много времени, чтобы прибыла первая пожарная машина, ее тянули люди, а не лошади. 64 акра земли превратились в руины и пепел к тому времени, когда пожар был потушен 11 ноября. «Трагедию нельзя списать только на нехватку лошадей», – пишет Макклюр, – «но отсутствие лошадей ситуация не помогла. Испытав на себе паралич городской жизни, вызванный эпизаотией, многие решили, что лошадей на улицах должно заменить какое-то механическое приспособление. Что бы это могло быть? Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания «Жаш Клаб» и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.